Буэнос диас, комрады! Сегодня я дома, на хозяйстве. И потому все самоделки и полезные советы будут у нас сегодня. Такие себе, домашние. Хозяйские, я бы сказал. Погнали! Для нашей первой самоделки нам понадобится вот такой вот пузырек из-под каких-нибудь там пилюль или еще чего-нибудь. Это в принципе не важно, главное, чтобы у него плотно закрывалась крышечка. Далее нам понадобится перьевой сверлышка, подходящая по диаметру, и какая-нибудь деревяшка. Давайте творить! Вот такая симпатичная у нас вышла штучка, куда отлично становится наш бутылечек. Входит и выходит, входит и выходит. Четенько и плотненько. Едем дальше. А дальше нам понадобится пару капелек акрилового красителя для лучшей визуализации. Растворяем краситель в обыкновенной воде, берем немножко и заливаем в пузырек. Пузырек ставим в нашу штучку, а штучку в холодючку. Ну, то есть в холодильник. А если быть еще точнее, в морозилку. И ждем, пока это все застынет. А пока наша самоделка застывает, займемся торцевой дощечкой. Тут у меня есть для вас пара важных советиков. Это моя первая торцевая разделочная доска. Я сделал ее когда-то давным-давно из ольхи. И служит она уже мне много-много лет. И вот пришло время обновить ее. Вот тут она в огонь попала. Также за нее не очень удобно браться. И вес, конечно, у торцевых досок приличный тоже. Килограмм. А такого же размера бамбуковая досочка почти в два раза легче. Так в чем же тогда преимущество торцевых досок? А вот в чем. Когда мы режем что-то на обычной доске, рез происходит поперек волокон дерева. И со временем перерезает их. В результате чего образуются мелкие деревянные опилки, которые могут с легкостью попасть к нам в какой-нибудь салатик. Но когда лезвие ножа режет по торцу дерево, опилок практически не образуется. Из-за того, что нож не режет доску, а проходит между волокон, он и сам меньше тупится при работе на такой доске. А сейчас давайте приведем досочку в порядок и отрежем горелый край. Лобзик, конечно, не дает нам идеальный рез, поэтому дорабатываем край фрезером. Теперь отлично. Далее обрабатываем досочку по периметру. Так, с краями закончили. Далее я хочу выфрезеровать паз, чтобы сделать заглубление для пальцев и одновременно снизить вес дощечки. Для этого зажмем разделочную доску планками, которые одновременно будут и нашими направляющими. И прорежем ее примерно на одну треть. Дальше можно фрезеровать уже от балды, без направляющих. А теперь можно и молоточком. Но без молотка никуда у нас. Теперь займемся лицевой поверхностью. Вот смотрите, видите эти пятна? Это я на ночь смазал изнаночную сторону доски маслом. И за ночь она пропиталась этим маслом насквозь, под ревесным капилляром. Это к чему я говорю? К тому, что свежеизготовленную доску я всегда пропитываю вазелиновым маслом. Пропитываю обильно, чтобы доска пропиталась полностью. Можно также масло подогреть на водяной бане. Почему вазелином? Потому что вазелин обладает антисептическими свойствами. Он не высыхает и плотно запечатывает сосуды дерева. Кроме того, он не прогоркает, как натуральные масла. В общем, не смазка, а просто сказка. Кстати, насчет смазки. Осторожнее там, со смазкой. Вазелин может взаимодействовать с латексом и разрушать его. Так что не используйте его там, где не нужно. В общем, даже на небольшую досточку вазелина потребуется достаточно много. Потому как дерево буквально пьет его. Что же у нас по итогу? После реставрации мы получили обновленную поверхность доски заново пропитанную маслом. И пазы, за которые очень удобно браться. И теперь, если вы нарезаете какие-либо продукты, их стало очень удобно смахивать с доски в небольшую тарелочку, держа при этом доску на весу. Ведь вес нашей доски уменьшился почти наполовину. В общем, теперь полный порядок. Кстати, периодически, будь не лишним, притереть поверхность досочки столовым 9% уксусом. Особенно, если вы режете различные мясные продукты. Уксус уничтожает практически 99,9% разнообразной бактерии и всяческих там нехороших микроорганизмов, не давая им размножаться в порох дерева. Вот сколько полезной информации сегодня для вас про обычную разделочную доску. Едем дальше. Как вы думаете, что объединяет эти предметы? Керамическую кормушку, вот эти вот ручки от печки, очки, щетки, расчески, поролоновую защиту, водяной фильтр от пылесоса и всякую всячину. Даже детские пластиковые конструкторы типа Lego. Не знаете? Так я вам скажу. Все эти предметы на Западе запросто моют в посудомойках. Я думал, что в посудомойках моют только тарелки и чашки. Поэтому решил протестировать данный способ в наших условиях. Ну, чтобы тратить меньше времени, намытьев всех этих предметов по отдельности. Осталось подождать, пока программа завершится. Ну, что вам сказать. Может, как говорится, с лыжами проблема, а может быть со мной что не так? Но я не вижу, чтобы посудомойка реально помогла. Как все было грязным, так и осталось. Ну, отрицательный результат, тоже результат. Поехали дальше. Достаем нашу первую самоделку. Жидкость, естественно, застыла. Ну, при минус 18, тут любой застынет. Мы переворачиваем бутылечек, вставляем его обратно в опору и снова ставим в холодильник. Точнее, в морозильник. И все. Откуда пришла идея этой самоделки? От этого случая. Человек уехал несколько дней, а когда приехал, в квартире стоял какой-то запах. Дело в том, что пока его не было, были перебои со светом, и холодильник разморозился. Продукты пропали. Если бы не этот запах, человек так бы ничего не узнал. Когда вернулся, все уже работало. А так и отравиться недолго. А наша приспособа про все расскажет. Как ответственный и законопослушный гражданин. Ну, я имею в виду не наш, а заграничный. Если холодильник размораживался, вся жидкость растает и стечет вниз, и там снова замерзнет. А если все в порядке, жидкость будет наверху, в подвешенном состоянии. Конечно, временное отсутствие электричества можно определить по сбитым часам, например, в микроволновке. Но это не то. На секунду выключили, и все, время сбилось. А наш индикатор электрического разгильдяйства покажет точно, размораживался наш холодильник или нет. И можно ли кушать продукты, которые в нем находились, или лучше не рисковать, и поделиться этим продуктом со своим другом. Да, кстати, про друзей. Тут нарисовалась еще одна площадка для дружбы. Мой телеграм-канал. Недавно открыл. Подписывайтесь, пообщаемся. В общем, ты это, заходи, если что. А на сегодня все. Здоровья вам, и поменьше коммунальных потрясений. А также всем удачи, и всем добра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok